Мурманская область в фарпост России в Арктике подчеркнула Марина Ковту. Во время очередного отсчета губернатор Мурманской области рассказала об итогах работы правительства в 2017 году и поделилась планами на будущее. Доклад скорее позитивен, но не остались без внимания и проблемы, которые требуют срочных решений. Внушительная часть доклада губернатора Мурманской области была посвящена социальной политике региона. В том числе Марина Васильевна сообщила, что в уходящем году снизилась безработица и теперь она составляет чуть более 1%. Кроме того, средняя заработная плата к концу года увеличится на 1,3%. Большое внимание социальным вопросам будет уделяться и в следующем году. Помимо повышения заработной платы указникам с 1 января будущего года на 4% будет проиндексирована заработная плата другим категориям бюджетников, не попадающим под действие майских указов. Совместно с профсоюзом и работодателями мы приняли согласованное решение с 1 января будущего года увеличить минимальную заработную плату в регионе до 15 185 рублей. Это больше прожиточного минимума работающих за третий квартал текущего года. Кроме того, Марина Васильевна упомянула, что уже с 1 июля следующего года дополнительные стимулы ждут молодых родителей. Родившим первенца до достижения ребенком полутора лет будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 14 тысяч рублей. Право на него получат женщины до 26 лет, которые станут мамами в период с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2019 года. Очень важно то, что мы прослеживаем действительно в соответствии с федеральной повесткой, как Марина Васильевна сказала, но с арктическими особенностями. И вот очень важный вопрос, что я услышала, будем говорить, дорожную карту по решению всех мероприятий по реализации программы десятилетия детства. Это очень важно, и здесь четко выстроены все направления, которые ждут наш регион, а именно самое главное – это человеческий потенциал, это дети, на что у нас нацелена эта программа. Не обошли стороной и медицину. Губернатор Мурманской области сообщила, что в этом году показатель смертности от болезней составил 11 человек на тысячу населения. Это ниже, чем в среднем по России. При этом в регионе снижается смертность не только от сердечно-сосудистых заболеваний, но и от новообразований. Разработана дорожная карта по открытию в 2018 году в районных больницах города Апатиты, города Мончегорска и Кандалакши кабинетов для проведения химиотерапии. До конца года будет завершен капитальный ремонт стационара радиологического отделения областного онкодиспансера. Затем мы начнем реконструкцию функционального отделения радиологии с заменой устаревшего радиологического оборудования. В региональном бюджете на эти цели мы предусмотрели 238 миллионов рублей. Самая острая проблема региона – ЖКХ. Более половины жалоб, которые поступают в адрес губернатора Мурманской области, касаются качества коммунальных услуг. Самые недобросовестные управляющие компании по личному рейтингу главы Заполярья в Мурманске, Североморске и Апатитах. В то же время, уточнила Марина Васильевна, механизм лишения лицензии коммунальщиков несовершенен. Всего по России с рынка ЖКХ было выдворено 12 недобросовестных компаний. Три из них в Мурманской области. Мы видим, что потенциал региона большой и прежде всего увязываем это с федеральной повесткой по освоению арктических регионов, по освоению арктических месторождений в нашем российском секторе. Как глава города Мурманска, хочу сказать, что действительно заметно, что в регионе происходят какие-то изменения. Мы видим это и в городе, но по-прежнему остро стоит повестка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И здесь, конечно, нам необходимо дорабатывать. Не обошла губернатор стороной в своем докладе масштабные инвестпроекты, часть из которых уже реализуются на территории региона. Это и Мурманский транспортный узел, и база обслуживания шельфовых проектов Роснефти в Росляково, и проект Новотека Кольская верфь. Первую очередь Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке введут в эксплуатацию осенью 2019 года. В целом, то, что те задачи, подразу, что Марина Васильевна конкретно, она в 2018 год ставила задачей, конкретно указывалась, что надо исполнительным профилем министерствам сделать, что необходимо муниципалитетам сделать. То есть конкретно расписан каждый вопрос, то, что делают. И я думаю, что та задача, которую Мурманску поставили, мы готовы совместно с исполнительной властью работать в решении всех их задач, которые поставил губернатор на 2015 год. Итоговый доклад получился позитивным. Особых проблем в регионе, по словам губернатора, нет. А мелкие недоработки планируется исправить уже в следующем году. Так, например, исчезнут жалобы на изношенные лифты. К 1 апреля 2018 года 70% лифтового хозяйства региона планируется заменить. Продолжение следует...